На что способна сила искусства, хорошо знает и запорожский режиссер Сергей Андриенко, давно известный своими документальными фильмами. Да-да, именно в нашем городе работая человек, посвятивший себя большому кино, более того, мотивационным и жизнеутверждающим лентам. Одна из них «Птица без крыльев» недавно получила множество наград. Все дело в непростой жизненной истории, ставшей основой короткометражки. Подробнее о счастливых случайностях, возможностях большого экрана и вере в себя далее. Большой экран, профессионалы киноиндустрии и полный зал любителей современного документального кино. Это торжественное завершение Международной киноассамблеи на Днепре-2015. В центре внимания наш, запорожский режиссер и сценарист, сотрудник телеканала МТМ Сергей Андриенко. Сергей представил Днепропетровскому жюри свою новую работу «Птица без крыльев». Этого птенца-синицы, выпавшего из гнезда, подобрала собака и аккуратно принесла в дом. Птицу выходили, и к концу лета она влетела в самостоятельную жизнь. Когда родилась Наташа, собаки рядом не оказалось. И домой девочку никто не принес. Именно этими берущими за душу словами начинается документальный фильм о Наташи Николенко – 30-летней художнице, живущей в Днепропетровском доме престарелых. Крохотную заметку о талантливой девушке-инвалиде Сергей Андренко волею случая прочитал в одной из местных газет. Меня больше удивило не то, что она рисует и держит кисточку во рту. Это я видел много раз. А меня удивило больше то, почему она живет в доме престарелых. Я через знакомых художников нашел ее. Приехал, мы познакомились. Ну и она мне рассказала свою историю. Я успел ее расположить. Она такой человек достаточно ершистый. И она рассказала свою историю. Эта история оказалась совершенно типичной для нашей жизни, к сожалению. И я сразу же понял, что я хочу ей помочь. А как я могу ей помочь? Единственное, что мне под силу, это сделать кино. У нас в детском доме был кружок. Была девочка-студентка. Она нас учила. Мы с ней, кстати, поддерживаем до сих пор связь. Я ей сразу сказала, что я буду ртом рисовать. А в основном я себя заставляю, потому что в такой атмосфере, в которой я сейчас нахожусь и живу, в доме престарелых тоже тяжело, если честно, жить. И морально. И я себя заставляю, потому что если я себя заставлять не буду, то оно ничего не будет. Кадры того, как именно Наталья вводит Петриковские узоры, а еще больше «Как живет и что думает», настолько задели зрителя, что картина Сергея Андренко стала лауреатом Депропетровской киноассамблеи, а также получила премию фонда памяти блаженнейшего митрополита Владимира на Киевском фестивале Покров. И самое главное, талантливую художницу нашли люди, готовые ей помочь. Ну, я бы хотела бы, конечно, может, там какое-то холодное оружие расписывать. Я знаю, есть такое. Вот я знаю, в Японии, ну, китайцы, они расписывают наподобие такого вот. И мне бы хотелось бы. Учу немножко английский сама пока. На репетитора, конечно, денег нема, там же надо платить. Сергей, ну, неужели человек прожил 30 лет, я думаю, что информация о нем все-таки имелась, да, она разглядилась по хотя бы области, но только после вашего фильма Наталья узнала, что такое, ну, какое-то элементарное признание и понимание. В чем дело? Ну, кино вообще это мощное средство, да, воздействия психологического и идеологического в том числе. Да вас, все-таки никто же не снял, они картину. Ну, наверное, так случайно получилось, не знаю почему. Ну, видите, какая реакция происходит. Например, в Киеве прошел фильм, потом были какие-то статьи там, наверное, очевидные, еще там что-то такое. И одна из зрительниц, которая просто посмотрела его в Киеве, потом нашла через оргкомитет кинофестиваля мои координаты, вышла на меня и попросила ее связать с Натальей. Я связал, и она оказалась педагогом по английскому, и бесплатно ее учат английскому языку в скайпе, живет сама в Харькове. А Наташа в фильме говорила о том, что я бы хотела учить английский язык. Вот, пожалуйста, еще один плюс. То, что возможности синематографа безграничны, Сергей Андренко знает давно. Более 20 лет он работает в области производства телевизионной продукции, мультипликации и документального кино. Начинал в Ленинграде, последние 18 лет снимает кино в Запорожье о духовности, вере в себя и талантливых людях. Истории путешественника, священника Федора Конюхова, мужчине без ног, мечтающим о полете, крупных православных деятелях. Все это отмечает режиссер не ради коммерческой выгоды и не при поддержке государства. Туда, говорит, даже не обращался. Я считаю, что нет смысла на это тратить время. А если говорить о меценатах, это второй путь, так сказать, поиска денег. То, как мне кажется, после Саввы Морозова с тех времен они уже вымерли, как динозавры. Вот. А если они где-то и есть, то к ним наверняка стоит такая длинная очередь, в которой все нервничают и толкаются плечами, что, мне кажется, во-первых, ты не достоишься, а если тебе захочется купить место поближе к заветной двери, то это место будет стоить дороже, чем деньги на фильм нужны будут. Вы сейчас говорите пессимистично, притом снимая мотивационное кино, по сути, да? Мотивационное, заставляющее жизнь, заставляющее надеяться на что-то, духовное кино. Ну, будем считать, что это я сам по себе меценат. Не думая о поддержке спонсоров, запорожский режиссер уже много лет представляет свои ленты на различных фестивалях, поддерживающих документальное кино, в том числе российских. Сегодня, в нынешних условиях, в нынешней ситуации, в которой мы все находимся, вы общаетесь с российскими коллегами, вы готовы принять приглашение, допустим, от российского фестиваля, московского фестиваля, и получить награду. Ну, вопрос, конечно, тяжелый сегодня, да? И для меня в том числе, хотя я считаю, что, ну, это же очевидно, что Путин и Государственный Дум в России, и Порошенко, и Верховный Совет Украины, это не Россия и Украина далеко еще. Вот, поэтому даже не хотелось бы, чтобы был политический оттенок, но хорошо. В конце прошлого года я был в Москве на кинофестивале «Кино без барьеров». Но этот кинофестиваль, президент этого кинофестиваля Денис Роза, это прекрасный, светлый человек, она американка, она 10 лет уже живет в Москве и пытается что-то в этой Москве изменить. Вот, она не иммигрантка из России, она коренная американка, но вот такая у нее судьба, это ее личный выбор. Ну, это происходит в Москве, но это кинофестиваль международный в полном смысле этого слова. Я поехал, потому что там замечательные люди. И ко мне очень много подходили и после фильма, и так просто зрители из зала, и коллеги, и режиссеры, уверяю вас, с полным пониманием того, что происходит, но пока что люди не готовы сделать какие-то изменения. Но с другой стороны, а много ли сделал я для того, чтобы в моей стране что-то изменилось? И возвращаясь к ленте «Птица без крыльев» и ее героине Наташи Николенко, жизнь которой запорожский режиссер все-таки смог изменить в лучшую сторону, а главное – дать одинокой художнице надежду и внимание окружающих с помощью короткой, правдивой ленты менее чем в 20 минут. После фильма, по-настоящему, когда фильм закончился, просто зал встал и встречал ее аплодисментами. Ну, как героиню, не меня, как режиссера, а ее. И она была, конечно, смущена немножко, но я думаю, что это для нее очень большой плюс, даже в том смысле, что это вселяет в человека какую-то уверенность дополнительную, да, а это уже путь к успеху. Через свою искусство она многим даст пример людям, которые физически чем-то ограничены, что надо жить. А фильм с Федором Конюховым я все равно добью, именно полнометражный. История, если вкратце, должна выглядеть так, что человек, который родился в Украине, уехал в Россию, прославил страну на весь мир, все-таки знал всегда, что будет священником, из благословения патриарха, все-таки приехал к себе на родину и рукополагался здесь. Это интересная история. Я ее сделаю все равно. Вот если человек верит, да, в Бога там, хочет добро делать, он это делает, а не говорит. Вот, вот это главное. И приедешь к нищим поэтам, и они тебе скажут, здравствуй, ты прекрасна. Мы с тебя срисовали песню. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...